На уходящей неделе в Гомеле состоялось торжественное собрание, посвященное столетию со дня образования Белорусско-Советской Социалистической Республики. БССР – целая эпоха в истории, которая просуществовала почти весь XX век и стала фундаментом для современной белорусской государственности. Наши корреспонденты встретились с профессиональными историками и руководителями предприятий, работавшими в это время. Эпоха нескольких поколений – яркие страницы истории БССР в следующем сюжете. Конец 1918-го, непростое время, 30 декабря того года, в Смоленске начала работу шестая конференция организации Российской социал-демократической рабочей партии Северо-Западной области. Название «Западная область» для нынешней Беларуси предложил еще председатель Временного правительства Александр Керенский. Впрочем, и после решения конференции о создании новой республики здесь мало что изменилось. С 16-го года ЦК Российской коммунистической партии принимает решение, что Витебскую, Могилевскую губернии вернуть состав Российской Федерации. Поэтому Гомель находился в составе РСФСР до 26-го года. Давайте смотреть на историю немножко еще и предыдущую. Ведь первая белорусская партия БСГ, Белорусская общественная громада и другие потом белорусские партии в 17-м году, автономисты и другие, стояли на точке зрения о том, чтобы создать политическую и культурную автономное объединение, культурную и политическую автономию в Беларуси в составе Российской демократической республики. Как и до революции, так и особенно после революции. То есть большинство из состава России в принципе не выходило. Официально это образование просуществовало всего несколько недель. Уже 27 февраля 1919 года прошло заседание исполкомов Литвы и Беларуси с принятием решения о создании Литовско-Белорусской ССР. Впрочем, и она просуществовала всего несколько месяцев. Это было действительно непростое время. И на фоне всего этого – мечты большевиков о всемирной революции. Мяснюков, Кнорин ставили вопрос о том, что вообще существует ли вообще белорусская нация. То есть те, которые находились у руководства противно-советской здесь, на территории, когда эта советская власть устанавливалась, они несколько иное мнение имели. Потому что идея была мировой революции. И они считали, что эти национальные рогатки, перегородки, они мешают мировой революции. Вообще суверенитет Беларуси в то время провозглашался дважды. Причем во второй раз речь уже шла не только о государственности, но и объединении этнически родственных территорий. 31 июля 1920 года – второе провозглашение СССР в СССР. А вот уже позже, в конце 1920 года, начале 1921 года, стали все больше возникать вопросы о возвращении территории, присоединении территорий этнических. Не все планы, озвученные в 20-е годы XX века, удалось реализовать в запланированные сроки. Провозглашенный еще в 1921 году председателем Совнаркома Владимиром Лениным план электрификации страны был рассчитан на 15 лет. Однако в Беларуси он был полностью реализован только в начале 60-х. О причинах такой продолжительной реализации можно спорить, однако очевидно одно – после того, как в белорусские деревни пришло электричество, они обрели новую жизнь. Председатель СПК «50 лет октября» Григорий Шпаков на этой должности уже почти полвека. В 1969-м начиналось строительство новых ферм и жилья для сельчан. Практически полностью разрушенная во время Великой Отечественной войны страна переживала свое второе рождение. В 1960-80-е годы у Белоруссии под руководством первого секретаря Компартии страны Петра Машерова этап ускоренного развития. Мы начали вести более крупное строительство, начали с первого года строительство жилья. Строили не только подрядные организации, двухэтажные дома со всеми удобствами, а и строили своими силами двухквартирные дома. Поэтому как-то быстро была решена проблема с кадром. Люди стали тянуться, все места были заняты. Он и сегодня на рабочем месте. Григорий Шпаков – кавалер орденов и медалей Белорусской республики. По итогам прошлого года возглавляемое им хозяйство занесено на областную доску почета. Руководитель одного из лучших хозяйств в Гомельской области думает о будущем, однако никогда не забывает о прошлом. В теперь уже далеком 1948-м он вступил в комсомол, чтобы быть полезным своей родине. И несмотря ни на какие трудности, никогда не изменял своей цели. Мы с Нового Барсука в феврале месяце 35 километров пешком шли в районный комитет комсомола для поступления. Пришли в приемной, переночевали. На завтра нас приняли в комсомол. И мы с радостью удовлетворенные, вдохновленные обратно 35 километров пешком. 27 июля 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете БССР. 19 сентября 1991 года Белорусская Советская Социалистическая Республика была переименована в Республику Беларусь. А это уже наше время. Сегодня вековой юбилей БССР, хорошая возможность вспомнить вехи истории белорусской государственности и сказать слова благодарности тем, кто строил ее суверенитет. На неделе в Гомеле состоялось торжественное собрание, посвященное столетию со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики. Почетные грамоты, памятные медали, благодарности. Сегодня Беларусь самодостаточная нация со своим прошлым, настоящим и будущим. Олег Сентюров, Елена Троценко, Евгений Макеенко, Валерий Копанько. Новости недели.